Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет очень интересное видео. Я недавно была в магазине FixPrice, купила много интересных товаров из отдела «Все для кухни» и сегодня вместе с вами эти товары протестируем. В этом ролике вы узнаете, какие товары с FixPrice можно покупать, они полезны и действительно нужны, но мимо которых точно стоит пройти мимо, потому что они бесполезны и точно не стоят своих денег. Обязательно ставьте лайк прямо сейчас, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем! Первая классная находка из магазина FixPrice – это вот такая металлическая двухъярусная корзина для фруктов. Продается в разобранном виде, состоит из трех частей, собирается довольно быстро. Сделана корзинка в стиле лофт, ее размер 22х14х25 см. Сама она металлическая, с деревянной вставкой сверху. Она классно подойдет для хранения фруктов на кухне или для подачи фруктов на стол. Благодаря своей конструкции фрукты всегда будут оставаться свежими. Кроме того, на кухню можно использовать для хранения конфет, сухофруктов, орехов и других сладостей. Корзинка настолько универсальная, что ее можно использовать помимо кухни еще и в других комнатах, например, в коридоре для хранения парфюмерии или косметики. У меня в коридоре она отлично поместилась на полку, и здесь я разместила флакончики с парфюмом. На мой взгляд, смотрится все компактно, аккуратно и стильно. Данную этажерку для фруктов я покупала в FixPrice за 249 рублей. Вот такую красоту нашла в FixPrice. Это блюдо для закусок, небольшое, овальной формы, объем 390 миллилитров. Сразу отмечу, что меня порадовало качество. Это плотное стекло и цена всего 69 рублей. Просто замечательное соотношение цена-качество, поэтому я взяла 3 штуки. В таких красивых тарелках можно подать закуски как на праздничный стол, так и просто на ужин. Сюда можно поместить различные сыры, фрукты, овощи, сухофрукты, орешки, оливки и другие закуски. Также тарелочки можно наполнить десертами, печеньем или конфетами. Отличное качество, если увидите в FixPrice, однозначно рекомендую к покупке, тем более за такую прекрасную цену. Увидела на полочках FixPrice вот такие необычные тряпки для уборки и посуды от Bonhomme. Упаковки 3 штуки, размер каждой салфетки 15 на 15 сантиметров. Цена 59 рублей. Указано, что данные тряпки подходят для всех видов уборки. Сейчас проверим. Начнем с посуды. Честно говоря, я очень сомневалась, что данной тряпкой вообще удобно будет мыть посуду. Намылила, нанесла небольшое количество моющего средства. Затем взяла стаканы, вилки, ложки и все это начала мыть. К моему удивлению, эта салфетка отлично пенится. И нескольких нажатий моющего средства хватило, чтобы перемыть небольшое количество посуды. При этом за счет того, что данная тряпка достаточно жесткая, она отмывает даже сложный налет от чая и любую другую засохшую грязь. Так что с работой данная тряпка справляется не хуже, чем губка для мытья посуды. Прям если даже не лучше. Для удобства я сначала намылила посуду, а затем одновременно всю сполоснула. Ну и в итоге вся посуда чистая. Ни следов грязи, ни разводов. Полностью все смывается. И скажу, что с мытьем посуды данная тряпка 100% справляется. Ну и проверим еще один способ. Попробую отмыть свою плиту. Она у меня не сильно грязная, но за счет того, что она черная, на ней видны все следы. Остатки каши, если варю утром. Какие-то брызги остаются. В общем все следы. И небольшое количество остатков пищи все-таки сверху прилипает. Ну и что хочу сказать. С уборкой тряпка справляется. Она действительно за счет своей абразивности хорошо очищает всю прилипшую грязь. А из минусов одной этой тряпки вам не хватит. Вам обязательно нужно будет чем-то сверху протереть плиту. Но может быть это даже и не минус. В итоге, на мое удивление, набор из трех тряпок за 59 рублей меня приятно удивил. Со своей задачей справляется. Стоит недорого. И посмотрим, сколько у меня эти тряпки прослужат на моей кухне. Обязательно пишите в комментариях, если тоже пробовали такие тряпки для уборки. Понравились они вам или нет. Сегодня хочу показать вам супер инновационный гаджет для уборки. Это беспроводной вертикальный пылесос RedKey V12 Pro со станцией самоочистки. И это не просто пылесос. Это целая система уборки. С RedKey V12 Pro вы можете пылесосить, мыть пол, чистить ткани, мыть стекла и убираться в самых трудодоступных местах. Эта модель 3 в 1 объединяет в себе пылесос, мойщик окон и химчистка для мебели и тканей. Приходит пылесос вот в такой коробке, все отлично упаковано и запечатано. И покажу поближе комплектацию, она очень достойная. В наборе идет вот такая насадка для химчистки мягких поверхностей, насадка для окон и стекол, щелевая насадка, с помощью которой можно убрать даже в самых труднодоступных местах, гофрированный шланг для подачи воды, передвижная станция для основной части пылесоса, многофункциональная щетка для очистки с ершиком, сумка для хранения, станция самоочистки и съемные колесики для передвижения, а также инструкцию в том числе и на русском языке. У пылесоса есть светодиодный дисплей, управление находится на рукоятке. Есть индикатор заполнения пылесборника и регулировка мощности. Всего у пылесоса 4 режима работы. Дополнительно есть губчатый HEPA фильтр, мощность всасывания пылесоса 11000 паскалей. С помощью дополнительных насадок можно использовать пылесос как химчистку дома, самостоятельно очищать мягкие поверхности, например поверхность стульев, диваны, мягкую мебель и конечно же ковры. Покажу вам на примере моей мебели, как очистила диван до и после. Еще часто использую данную функцию для очистки кухонных стульев, так как они у меня очень светлые и любая грязь на них сразу видна. С твердыми напольными покрытиями пылесос тоже справляется отлично, используя его и на плитке и на ламинате, собирает как мелкий, так и крупный мусор. При этом уборка в доме получается действительно качественной. Ну а самое приятное, что есть функция мытья окон и стекла в доме вам больше самостоятельно мыть не нужно, пылесос это сделает за вас. Длина шланга позволяет удобно использовать пылесос для мытья любых зеркальной поверхностей, в том числе и окон. Кстати, с помощью данного шланга и насадки еще удобно мыть плитку в ванной комнате. Это отличный компактный беспроводной пылесос, который можно использовать как для химчистки, так и для ежедневной сухой и влажной уборки. Во всем доме, в том числе и в автомобиле тоже. Среди аналогов в данный момент это один из самых доступных моющих пылесосов на рынке. У пылесоса хорошая емкость аккумулятора, полного заряда хватает для уборки помещения площадью до 200 квадратных метров. Из плюсов также отмечу голосовой помощник на русском языке, при желании его можно отключить. Для своих характеристик пылесос моет и пылесосит отлично на все 5 баллов из 5. Данную модель пылесоса можно рассмотреть в покупке для себя или в качестве подарка. Впереди много праздников. Ссылку, где можно заказать пылесос RedKey V12 Pro я оставлю в описании под этим видео. Коврик для выпечки с антипригарным покрытием. Размер 30 на 40 сантиметров. Состав тефлон и стекловолокно. Как обещает производитель, данный коврик выдерживает температуру от минус 60 до плюс 260 градусов, это максимум. Коврик можно использовать как для заморозки продуктов, сушки грибов и ягод, а также использовать в духовке и в микроволновке. Для приготовления различных блюд из мяса, овощей, выпечки, без лишнего масла и жира. Так как на коврике можно готовить без добавления масла, готовые блюда будут не только вкусными, но еще и полезными. На таком тефлоновом коврике можно не только выпекать, но еще и раскатывать тесто. Я буду готовить вкусные творожные рогалики с яблоками. При раскатке теста коврик показал себя отлично, тесто абсолютно не прилипает и работать на коврике удобно. Разрезаю тесто на равные кусочки, кстати, с помощью круглого ножа для пиццы, его я тоже покупала в фикс прайсе. И дальше на каждый получившийся треугольник выкладываю дольку яблока. Каждый кусочек яблока скручиваем в рогалик. Этот же тефлоновый коврик я выкладываю на противень и сверху отправляю рогалики. Отправляю в духовку, заранее загретую на 20-25 минут. Сахар, который был в яблоках, немного вытек и пригорел, но при этом на вкусе это никак не отразится. При этом, если сравнивать с фольгой или бумагой для выпечки, к этому тефлоновому коврику ничего не прилипает. Весь пригоревший сахар и остатки выпечки остаются на тефлоновом коврике. И при этом еще один большой, на мой взгляд, плюс, вам не нужно будет отмывать и оттирать противень после выпечки. Кстати, на моем кулинарном канале есть рецепт этих вкуснейших творожных рогаликов. Готовятся они максимально просто и готовить можно не только с яблоком, но и с любой другой начинкой. Ссылку на этот вкуснейший рецепт обязательно прикреплю в описании к этому видео. Следующее, что я протестирую, это насадка на кран. Предназначена для того, чтобы ограничить поток воды в 2-3 раза, при этом сохраняя давление. Как обещает производитель, данная насадка обещает экономить расход воды. Цена данного гаджета в магазине FixPrice 59 рублей. Внешне все качественно сделано. Размер насадки 4х4х6 см. Состав АБС пластик и термопластичная резина. Также в комплекте идет один переходник, пластиковое крепление и одно резиновое кольцо. Для того, чтобы установить данную новую насадку, необходимо выкрутить ту насадку, которая по умолчанию идет в кухонном кране. После чего мы собрали конструкцию и установили ее на кран. Теперь давайте покажу вам поближе, как работает данная насадка. Насадкой можно управлять в разные стороны. Это, кстати, очень удобно, особенно, когда я мою раковину. Кран работает хорошо, ничего мимо не протекает и вода не капает. Насадка отлично держится, пока еще ни разу не вылетела. И что мне нравится, у этой насадки есть два режима. Это обычный режим и второй режим, который можно переключить, немного вытянув насадку вниз, называется режим лейка. Вот именно вот этот второй режим, второй вариант заявлен как водоэкономный. При этом режиме хороший поток воды, если даже не включать воду на всю мощность. Такая насадка не подойдет для слишком высокого крана. В этом случае брызги могут лететь во все стороны. А для меня насадка оказалась супер удобной. При этом у меня кран опустился ниже, а вода не разбрызгивается в разные стороны. Я могу регулировать поток воды, направлять кран в нужную сторону. И я мою практически всегда под струей. При этом вокруг раковины на столешнице не скапливается много воды. Подведя итог, скажу, что насадка весьма удобная. Она легко устанавливается, упрощает мытью больших предметов. Есть возможность направления струи воды. Ну и конечно хочется верить в то, что она действительно экономит поток воды. Хочу показать вам еще одну насадку кран на душ, которую я покупала на дачу. И покажу, что произошло с ней. Насадку также покупала в фикс прайсе за 99 рублей. Вот так она выглядит. У насадки также два режима подачи воды и удобный гибкий шланг. Данную насадку я показывала в своих покупках. Мне она очень нравилась. Я пользовалась ей на даче. У нас там достаточно высокий кран. И за счет этой лейки вода не разбрызгивалась в разные стороны. Мне все очень нравилось. И спустя где-то три месяца использования покажу вам, что произошло с этой лейкой. Вы видите все своими глазами. Нижняя часть у нее просто отвалилась. Я не знаю, от чего это произошло. Нижняя часть у нее начала сначала немножечко отламываться. А потом просто отвалилась. Я, конечно, понимаю, что за 99 рублей не бывает ничего вечного. Но, мне кажется, три месяца это очень мало использования для такой лейки. Посмотрим, сколько прослужит маленькая насадка. Но вот этот длинный шланг за 99 рублей к покупке точно не рекомендую. Тестирование у меня он не прошел. Молоток для мяса. Цена в магазине фикс прайс 225 рублей. Отмечу классное качество. Выполнен из нержавеющей стали. Достаточно тяжелый. При этом его удобно держать в руке. Ручка дополнена вставкой из пластика. И сама часть, которой необходимо отбивать мясо, тоже выполнена сверху из плотного пластика. Одна сторона плоская, а вторая с небольшими выпуклостями. Данный молоток я протестирую. Отбиваю куриное мясо. Буду готовить куриные наггетсы. Ну и заодно поделюсь с вами рецептом. Кстати, готовятся они очень просто. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. И затем для того, чтобы мясо было более нежное, отобьем все кусочки молотком. Есть один лайфхак для того, чтобы брызги и кусочки мяса не разлетались случайно в разные стороны. Столешницы и кухни оставались чистыми. Мясо сверху накрываем отрывным одноразовым пакетом. После чего отбиваем мясо сначала с одной, а потом с другой стороны. Что хочу сказать по поводу данного молотка для мяса. Справляется он отлично со своей задачей. Мясо отбивается с легкостью. Еще возможно, потому что мясо куриное. Но я думаю, что и со свининой, и с говядиной молоток также отлично справится. Не нужно прикладывать много усилий. И еще данный молоток, отметила для себя, удобно держать в руке. После того, как куриное филе отбили с двух сторон, добавляем специи. У меня это обычная соль и черный молотый перец. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем немного сметаны. Сковородку разогреваем. Добавляем немного масла. После чего опускаем кусочки куриного филе в яично-сметанную смесь. Затем обваливаем в муке и выкладываем на сковородку. Обжариваем куриные кусочки с каждой стороны по несколько минут. И куриные наггетсы готовы. Обязательно попробуйте, приготовьте. Ваши дети скажут вам спасибо. И эти наггетсы ничуть не хуже, чем покупные в разных Макдональдсах и KFC. По поводу молотка скажу, что он отлично справляется за свои работы. Однозначно ставлю ему 10 баллов из 10. Органайзер навесной, широкий, серия Лофт. Размер 11х23х14 см. Можно прикрепить на рейлинг или на присоски. С обратной стороны есть специальные 3 отверстия для них, но в комплекте присоски не идут. Зато в комплекте есть вот такие пластиковые разделители. Всего их 2. И благодаря им можно внутреннюю часть разделить на отсеки, нужные вам по размеру. А если эти разделители не нужны, их можно вовсе не вставлять. Данный органайзер универсальный. Его можно использовать на кухне, в ванной комнате или в детской. Он весьма удобный и вместительный. Это хорошая альтернатива полкам. В нем можно разместить бутылочки с различными маслами. Или если вам нравятся открытые хранения, сюда можно сложить моющие и чистящие средства. Органайзер не занимает много места и при этом все необходимое будет под рукой. А еще здесь отлично поместятся ручки, фломастеры, канцелярия или тетрадки. Отличного качества, практичный контейнер и стоит он в фикс прайсе всего 99 рублей. Следующий гаджет, который мы с вами протестируем, это ручной измельчитель. Как обещает производитель, с его помощью можно измельчить разные продукты. Такие как чеснок, зелень, лук, фрукты, сыр и даже орехи. Сам измельчитель маленький, компактный, легкий и на кухне не займет много места. Выполнен из пластика полипропилена. Есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов. В состав входит чаша, куда собственно и помещаются продукты для измельчения. Насадка с ножом из нержавеющей стали. И крышка, в верхней части которой расположен шнур, потянув за который, собственно и происходит процесс измельчения продуктов. Цена в фикс прайсе 99 рублей. Давайте протестируем его и узнаем, насколько он соответствует своим обещаниям. Итак, первый на тестирование отправляется в чашу для измельчения сыр. Закрываем крышку и все готово. Начинаем измельчать. Поначалу совсем не дергался шнур, не знаю в чем было дело, возможно слишком твердый сыр. Активировать нож мне удалось с трудом. Но спустя несколько минут мне все-таки удалось измельчить сыр. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Все получилось. Несмотря на трудности, сыр удалось измельчить. Но думаю, что с пармезаном, конечно, измельчитель явно не справится. Теперь задача посложнее. Попробую измельчить орехи. У меня тут орехи разные. Миндаль, грецкий орех и кешью. Все отправляем в миску, закрываем. И почему-то именно с орехами дело пошло не сразу. Очень тяжело вытаскивается эта ниточка. И нужно прикладывать гораздо больше усилия, чем при измельчении сыра. Я думаю, что это скорее всего из-за того, что я орехов положила слишком много. Попробовала убрать половину и дело пошло гораздо быстрее. Вот такие мелкие орешки получились. Ну и последнее, что я протестирую. Положу в миску половину луковицы и несколько зубчиков чеснока. И с данной задачей измельчитель справился очень быстро и легко. Ну а для того, чтобы измельченные ингредиенты не пропадали, к орехам, сыру и измельченному чесноку я добавила немного тертого сыра. И на выбор можно добавить либо сметану, либо майонез. Получается вот такой салат-закуска-намазка на хлеб. И в обед вместе с супом мы эту намазку с удовольствием съели. Еще две отличные новинки на полочках фикс-прайс. Это металлические миски разного диаметра. Выполнены из нержавеющей стали. Большая миска объемом 3 литра 800 мл. И маленькая объемом 2 литра 350 мл. Цена маленькая 249 рублей, большой 299. Сразу хочу отметить отличное качество исполнения. Все аккуратно сделано. Хороший удобный объем миски позволяет использовать для смешивания салатов. Замешивать тесто на блины, оладья или для любой другой выпечки. Очень удобно мыть овощи, фрукты, ягоды и любые другие продукты в этой миске. И, конечно же, можно использовать для маринадов мясо, курицы или овощей. Кстати, миска меньшего объема отлично подойдет еще и к той крышке, которую я показывала ранее. Можно замариновать мясо, накрыть крышкой и убрать все это в холодильник. Это отличные миски. Ставлю им 5 баллов из 5. И смело могу рекомендовать их покупке в магазине фикс-прайс. Электрическая мельница для специй. Фикс-прайс продается в трех расцветках. Белый, черный и красный цвет. Какой именно цвет находится внутри, указано галочкой на упаковке. Корпус выполнен из ЭБС пластика. Также в составе есть диоксид циркония, полистирола, алюминий и термопластичная резина. Также хочу отметить эстетичный внешний вид и отличное качество исполнения. Сверху находится кнопка включения-выключения. А с обратной стороны расположен механизм, который измельчает специи. Цена такой электрической мельницы в магазине фикс-прайс 299 рублей. Работает она от батареек и для того, чтобы их установить, необходимо всего лишь повернуть корпус и снять его верхнюю часть. Батарейки понадобятся пальчиковые и для работы этой мельницы их необходимо 4 штуки. Внизу находится отсек для специй. Он также легко и просто открывается. Емкость для специй достаточно большая. Здесь поместится примерно 2 целые упаковки перца горошком. Собираем конструкцию и мельница готова к работе. Регулируя механизм, который находится с обратной стороны внизу электромельницы, вы регулируете тем самым степень помола. От более крупного до самого мелкого. Мельница отлично справляется со своей задачей. Она работает. Используя во время приготовления пищи свежий черный молотый перец, блюдо получается более вкусным и ароматным. Я черный молотый перец использую практически всегда. Добавляю его в фарш, добавляю уже в готовые блюда. При работе чувствуется, что мощности у мельницы достаточно. И при этом она работает достаточно безшумно. Ну и конечно аромат свежемолотого перца нельзя ни с чем сравнить. При этом во время приготовления пищи я могу выбирать ту степень помола, которая для меня удобна. Более мелкая или наоборот более крупная. И тем не менее, все же один минус у моей электромельницы я нашла. Сначала я подумала, что она не работает, но разобрав ее, я увидела, что батарейка вылетает из своего отсека. И так произошло несколько раз. Для того, чтобы исправить этот момент, я использовала тонкую резинку для волос. С помощью нее я всего лишь зафиксировала отсек со всеми батарейками. И после этого мельница снова начала работать и больше ни разу меня не подводила. Я считаю, что это отличная мельница, которая полностью справляется со своей задачей, несмотря на мелкий минус с батарейками, которые я быстро исправила. Отличный кухонный гаджет за 299 рублей. Оцениваю его на 10 баллов из 10. Следующая интересная находка из FixPrice это перчатки для мытья и чистки овощей. Цена в магазине FixPrice 124 рубля. Перчатка выполнена из плотного термостойкого силикона, продаются в едином размере и они достаточно большие. Как заявляет продавец, данные перчатки еще подходят для уборки дома. На каждой ладошке находится большое количество силиконовых ворсинок. Первое, что сделаю, это попробую помыть посуду в этих перчатках. Посмотрим, насколько это удобно. Добавляю небольшое количество средств непосредственно прямо на ладошки на эти ворсинки и пробую мыть. Отметю, что средство для мытья посуды пенится не очень сильно, но при этом перчатки полностью заменяют губку для мытья посуды. При желании можно помыть посуду прямо в них. Также мыло раковину в этих перчатках и хочу отметить, что руки остаются сухие, а раковина чистая. Ну и третий способ использования данных перчаток. Они отлично подходят для мытья овощей, особенно грязных, таких как морковка или картошка. Для того, чтобы грязные овощи не трогать руками, можно это все прекрасно сделать перчатками и результат не заставит себя долго ждать, буквально одна минута и овощи чистые. За время использования перчатки остались целыми, нигде не порвались, вода не протекает, так что буду пользоваться ими дальше. Посмотрим, насколько их хватит. На сегодня это все, если понравилась эта рубрика, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях об этом и я сниму следующую часть. Я желаю вам отличного дня, спасибо, что посмотрели видео до конца, увидимся очень скоро, всем пока!